Всем привет, я Джастин и я носитель английского языка И мы сегодня будем обсуждать три ошибки, которые русскоговорящие часто совершают Как понимать слово ночь в английском языке Как правильно сказать, что ты свободно говоришь по какому-то языку И как правильно будет зависеть от чего-то и другие глаголы Так что погняли! It's intro time Если честно, я не знаю, что такое погняли Я просто вижу, как другие русские блогеры говорят в начале видео Погняли! И просто попробовал это сказать Так что скажите мне внизу, если я это правильно использовал Первая ошибка, это не ошибка, но я бы сказал, нетопоминание То есть miscommunication В России я обычно спрошу у человека, например Do you want to hang out Tuesday night? И человек обычно отвечает мне Да ты что? Ночью что ли? Я буду спать Я всегда делаю фейсбал Да нет, я имею в виду, давай встретимся где-то в 6-7-8 часов вечера Ну, насколько я понимал про русское слово ночь Это именно значит то время, когда люди спят То есть русская ночь начинается где-то только в 23-24 часа И только русский вечер, то есть evening, начинается раньше где-то в 6-7 часов вечера Но в английском языке слово ночь, night, начинается где-то в 6-7 часов вечера Все зависит от контекста И английский вечер, то есть evening, так же как русский вечер Начинается где-то в 6-7-8 часов и продолжается до 10-11-12 часов вечера Зависит от контекста Это значит, и вот это важно прослушать, что в английском языке мы можем говорить либо evening или ночь Со 6-ти вечера до 11-ти или до подночью Это не важно, а значения будут одинаковые Так что, когда на английском языке человек тебе скажет Он не попрощает тебя встретиться где-то в 24 часа ночью Он может быть иметь в виду 6-7 или 8 часов вечера Надо еще выяснить Так что, если твоя цель стать красавчиком английского языка То не забудите это недопоминание И да, я знаю, что я поставил все третье на слово цель Потому что все мне говорят, что я не могу правильно произносить это слово Цель Вот, вроде нормально, но не знаю Как стыдно Вторая ошибка Когда русские говорят слово «зависит» в английском языке Я часто слышу такие ошибки, как И это потому, что вы буквально переводите «зависит от» Ну просто запомните, что в английском языке мы говорим «зависит на» То есть «он» Или И еще по поводу предлогов есть четыре глагола, которые русские очень часто неправильно пользуются Запомните Ждать кого-то будет to wait for somebody И закончить школу или окончить школу будет to graduate from school Обычно, когда вы говорите эти глаголы, вы просто совсем пропускаете здесь предлога И звучит так И конечно правильно будет И еще Слушать кого-то и объяснить кому-то будет to listen to somebody And to explain to someone И опять здесь предлог to часто пропускается Так что не забудите это Всегда правильно будет И третью ошибку мы можем очень быстро проходить и обсуждать Примеры Я свободно владею английским языком Я хочу свободно говорить по-французски Слово свободно обычно переводится как free или freely И поэтому русские обычно говорят, например, I speak Russian freely Но это неправильно Потому что когда мы говорим о языках, мы не говорим freely, а fluently Так что мы говорим I speak English fluently И I want to speak French fluently И все, ребята, я искренне надеюсь, что это видео вам помогло Если ты не хочешь пропустить следующие видео, то не лови мух и подписывайтесь на мой канал И поделись видео с таким другом, который также изучает английский язык That's all for now, my friends И до скорого пока